3 июня в Иркутской области прекращено аналоговое вещание и осуществлен переход на цифровое телевидение. Чтобы оказать поддержку определенным категориям граждан в приобретении цифрового приемного оборудования, был принят указ губернатора 15 января 2019 года номер 11. В указе перечислены категории граждан, которые могут получить такую поддержку без подтверждения дохода. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, инвалиды первой и второй групп. У нас 3 числа было переключение. Занимались мы этим цифровым телевидением. Обследовали людей, кто нуждается в этом телевидении. Значит, у нас почему-то получилось, может мы не до всех достучались, обзванивали очень много людей. 59 человек, на сегодняшний день у нас обратилось 50 человек за компенсацию. В процедуре получения права на компенсацию особое значение имеют сроки, когда вами было приобретено оборудование для телевизора. Оборудование должно было быть приобретено не ранее, декабря 2018 года, потому что несут нам чеки товарные приобретенного оборудования в разных годах, потому что приставки покупались. В том числе не отговорим с 1 декабря 2018 года приобретение. Место жительства обязательно должно находиться в зоне приема цифрового вещания, но это в целом условия были по области, потому что есть те территории, которые не входят в зону цифрового вещания. То есть им это оборудование может и ни к чему. Обращение за компенсацией последовать должно не позднее 12 ноября 2019 года. То есть время у нас еще есть. Также для получения компенсации имеет значение число человек, проживающих по одному адресу. Если два гражданина по одному адресу имеют право получить компенсацию по обретению оборудования, то выделяться будет только одному гражданину. То есть две приставки на один дом не покупаются. Если некоторые хотят приобрести две приставки на два телевизора, компенсация предоставляется гражданам в размере 50% фактической стоимости одного комплекта оборудования, но не более 1 тысячи рублей. Кроме того, по закону Иркутской области от 19 июля 2010 года номер 73 о государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области, помощь при обретении приставки могут получить малоимущие семьи. Малообеспеченные семьи могут также предъявить документы, но тут уже мы должны взять с них паспорт, справочку о составе семьи, посмотреть, кто с ними совместно проживает. Фактически понесенные расходы. В заявлении они укажут свои доходы. Тут мы уже просчитаем. Им выплачивается полная стоимость оборудования, которое они купили. Часто в соцзащиту поступают вопросы от тех, кто купил приставку, а что с ней делать, как подключить или настроить, не знает. Часто нам задают вопросы, кто подключит. Я купила, не знаю, что делать дальше. Можно к нам обратиться. Мы по телефону скажем, на какие телефоны позвонить. Придут, бесплатно все сделают. Еще один вопрос, который часто звучит такой. У меня телевизор и без приставки продолжает работать. Зачем мне приставка? Специалисты отмечают, телевизор работает потому, что вы продолжаете платить своему оператору. А если вы не хотите платить оператору нисколько, вы купите оборудование, установите и будете бесплатно смотреть 20 каналов. По словам специалистов соцзащиты, граждане идут за компенсацией не очень активно. Может быть, приставка им не нужна, либо они не знают о такой мере социальной поддержки. Мы еще всех приглашаем, потому что очень неактивно люди идут. Либо не надо, либо не знают. Жители Саянска по вопросам компенсации и подключения оборудования для цифрового телевидения могут обращаться за справками по телефонам. Телефон горячей линии министерства – 8 800 122 42, звонок бесплатный. Телефон колл-центра Иркутской области – 8 800 122 61, звонок бесплатный. Телефон технической поддержки телезрителей цифрового эфирного телевидения – 8 800 220 2002, звонок бесплатный. Официальный сайт «Смотри цифру РФ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова